всем привет с вами купить итак первый день после питера чем бы заняться понятное дело самое время отремонтировать наш автопилот как вы уже знаете в питере купил цепь цепь вот такая вот сейчас мы распечатаем посмотрим так тут надо кверху ногами и положить вот соответственно 5 метров цепи inox все как положено 8200 рублей она обошлась мне вместе с четырьмя на всякий случай этими монтажными кольцами или как соединительными звеньями здесь валенсия два метра цепи подобного уровня стоит 400 евро то есть видите экономия небольшая где-то в 9 раз подешевле получилось взять дальше не без помощи подписчиков я купил себе вот такую штуку ну там видео про поломку автопилота кто-то написал что вот надо было в веломагазине выжимник выжимником там что-то снять одеть но я посмотрел выжимники вот 300 рублей что такое стоил этот выжимник какие еще инструменты нам пригодятся конечно без шуруповерта никуда для того чтобы открыть ноктоус на всякий случай отвертка плоскогубцы может быть и нет утконосы изогнутые это для того чтобы оперировать с монтажным кольцом ручка для того чтобы снять штурвал и конечно же смазка будем пробовать вот эту смазку намажем обильно намажем на смажем цепь и будем надеяться что она проживет ну хоть сколько-нибудь долго лет 5 например и так шаг 1 демонтаж штурвала давайте посмотрим как он демонтируется наверняка многим интересно откручиваем зажимную гайку вот эта гайка она фиксирует штурвал когда затягивается стоит кстати до безобразия дорого что евро 200 что ли за нее просит дальше есть затяжная гайка мы снимаем обычным ключом но также как это рукоятки для ребятки и так далее тому подобное это все можно использовать аккуратненько снимаем вот эту вот гаечку съемную и вот таким вот образом на конусе с направляющим направляющий тоже снимается но она у нас хорошенько там прилипло поэтому мы не беспокоимся чтобы ничего не утерять вещи безумно дорогие хотя и простые на первый взгляд мы все это дело возвращаясь сильными будем затягивать штурвал ставим поскольку мы его сейчас будем вешать обратно мы не сильно паримся по этому поводу дальше мы берем шуруповерт и соответственно выкручиваем эти штучки болтики убираем в сторонку и соответственно здесь мы все это дело открываем и смотрим и смотрим вот это вот соответственно диск ну звездочка на которую вешается цепь автопилота а вот это у нас цепь штуртросов штуртросы до тянет соответственно она другого калибра я надеюсь не сломается блин чего я сразу не посмотрел надо было две брать ну ладно сейчас мы будем первым делом отмерять мы возьмем старую цепь выложим их рядом выжмем одно звено и сад ну лишнее как бы и нарастим уже соответственно монтаж на все это дело по мере и если подойдет то обильно смажем и поставим на место ну что же поехали и так вот мы кладем две цепи старую новую до чтобы не считать проще по маркировочке сильно переживал но я уже купил когда вспомнил что есть маркировка и поэтому уже не спрашивал у ани чтобы она прислала но маркировочка 06 бсс на новой цепи и 06 бсс то есть цепь реально идентична мы еще кстати с вами попробуем излишек цепи продать то есть мы оставим про запас несколько сантиметров и попробуем ее спокойненько продать что скажете я думаю тем нормально так соответственно смотрим здесь сломанное звено соединяющая все 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 идет так что-то неровно идет надо вот так вот чтобы один к одному было соответственно все 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 идет 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 и здесь мы получаем что вот вот это звено мы будем менять на соединительное поэтому выдавливать будем этот пин и так пометили пин для того чтобы не сбиться и убрать старую цепь вот посмотрите по состоянию чтобы со старой цепи мы так и не показывали да то есть видите она уже начала начала корродировать здесь уже была поломана еще была поломана то есть в принципе это не новинка для нашей цепи да и вот здесь уже треснула то есть цепь объективно надо менять на новую ремонтировать ее надо выкидывать и не ремонтировать теперь самое интересное это выдавить пин я не могу сказать что экспорт в этом деле но будем пробовать главное попасть ровно да для того чтобы выдавливал не сломала это конечно самый такой сложный процесс так что-то пошло не так тут нужно усилия но желательно его контролировать вот все продавили пин соответственно спокойно его продавливаем разматываем у кого есть велосипед и кто этим занимается я думаю что ничего нового ничего интересного сейчас вы не увидели ребят но тем у кого нет того нет то есть видите вот таким образом выдавили пин самое время применение пин все вот таким вот образом мы получили пин все ребята мы сейчас поставим обратно на всякий случай это остатки цепи мы сейчас далеко их убирать не будем потом когда уже соединим убедимся что нам всего хватило и после этого уже уберем мало ли еще надо будет нарастить руки по-прежнему растут черти откуда это мы с вами залезли в каюту по левому борту кормовую соответственно вот здесь у нас находится автопилот и вот вторая звездочка на которую нам собственно и надо надеть цепь поэтому мы спустим с ниточкой наверх натянем а они например направит и на звездочку закрепим и вставим соединительное звено правильно же не надо ничего натягивать растягивать к тому же здесь не сильно предусмотрено понятно что вот можно этими гайками орудовать что ниточка даже не пригодилась на самом деле я думаю буду поднимать за нее а очень хорошо то свете сюда мы вставляем еще одно звено и все у нас нормализуется поэтому мы сейчас я снимем смажем обратно также точно поставим и закрепим сейчас попробуем вам это все показать ну что же сейчас ваше самое любимое занятие которым я занимаюсь это смазка вы любите меня критиковать что я работаю без перчаток и кстати говоря не рекомендую работать без перчаток но я работаю без перчаток можете меня ругать все цепь смазана сейчас будем соединять и так вот мы вставили цепь теперь вставляем соединительное вот это вот звено как-то так надо умудриться его еще вставить теперь надо одеть вот эту шпоночку шайбочку надеваем и сейчас самое интересное как мы израсходуем 4 соединительных конца ни разу не включив автопилот потому что вот эту фигню не падает вот так вот поставили соединительное звено не в общем одеть ребята не удалось пришлось все таки выполнить натяжку вот теперь вот теперь вроде окей все ну что же если вас интересует в том числе техническая часть яхтинга не забывайте подписаться на канал обязательно делитесь этим видео с друзьями ведь кому-то может быть завтра уже придется ремонтировать цепь автопилота а у нас есть хорошее для этого пособие ставьте лайки подписывайтесь в группы в фейсбуке вконтакте в инстаграм и будем путешествовать вместе в том числе чинить яхту в самых красивых местах мира и так контрольная проверка ставим авто все все работает ну что же отлично и по результатам работы нас остался некий ремкомплект в него мы включили штучек 20 звеньев и 4 соединительных звена то есть в целом этого должно хватить на первый лет 5-7 остальной цепь это 2 метра 66 сантиметров мы попробуем продать ну и если получится где-нибудь следующих видео мы это обозначим продали мы или нет и и Субтитры подогнал «Симон»